Привет, я Аня и ты на канале Magic Family. И недавно я сняла видео, чтобы я никогда не купила своим питомцам, а их у меня много. И вы попросили снять еще что-нибудь такое про товары для животных, поэтому сегодня я собрала топ 5 ужасных аксессуаров. Так что подписывайся на канал и поехали! Я против ошейников анти-лай с болевым принципом. Это, например, когда собака залаяла и ее удаляет разрядом тока. Я считаю, что это очень жестокое обращение с животными. Было бы вам приятно, если бы вы что-то сделали не так и вас за это ударило током. Это ужасно! Есть уникальные анти-лай, которые используют вибрации, спрей. Если уж хотите воспользоваться, попробуйте поискать более человечный вариант. Хотя я бы лучше занялась воспитанием собаки, ведь с любым животным можно найти контакт. Ставьте лайк, если вы тоже против жестокого обращения с животными. А теперь очень эпичный аксессуар. Ловушка для фекалий. Это шлейка с пакетом или мягкая клипса на хвост. Ее края плотно прижимаются к попе животного, собирая экскременты прямо на выходе. Казалось бы, полный бред. Я тоже так сначала решила, а потом подумала. Представьте, что мы живем в Америке, где можно выгуливать собак только в специально отведенных местах. А, например, в общественный парк с собакой нельзя. Или нельзя ее брать на улицу и вообще, в принципе, нигде. А штраф за неубранные экскременты составляет в рублях около 15 тысяч рублей. Это не совсем точно, потому что зависит еще и от места, но в целом это очень крупная сумма. А еще, если вы идете просто по улице с собачкой в городе, где не гуляете, и она присела, например, на асфальт, любой человек имеет право вызвать полицию и вас оштрафуют, если вы тут же это не уберете. То есть лучше обезопасить себя пакетом. Ну или, например, вы не приучили свою собаку ходить в туалет, и когда вы уходите из дома, вы одеваете ей на попу пакет, чтобы она не делала это где попало, чтобы обезопасить свой дом. Видимо, для таких случаев придумали этот аксессуар. Хотя я считаю, что лучше приучить собаку ходить в туалет. Или хотя бы, я не знаю, выгуливать ее заранее, прежде чем куда-то идти. Научить ее терпеть. В общем, найти какой-то способ, кроме как одевать бедняги на попу пакет. Единственный вариант, в каком случае, я считаю, можно применить эту вещь, если собака, например, уже не может ходить. Она настолько старенькая, и этим вы просто ей помогаете. И при этом держите в чистоте ее место и свой дом. Ну вот собачий мешок для экскрементов, которые надеваются на шею собаки, и в него нужно складывать то, что сделал ваш питомец во время прогулки. Это вообще перебор. Типа, ты сделал, ты неси. Да. Если, ребят, вы знаете какие-то необычные аксессуары для питомцев, или даже используете их, напишите в комментариях, в том числе свое мнение обо всем этом. Также я считаю, что неправильно покупать, и уж тем более производить всякие жуткие, пугающие игрушки для животных, типа как из фильма ужасов. Человеческие руки с кровью, мозги, вообще любые другие органы. Мне кажется, что это просто-напросто неправильно. Хотя, может, кому-то это и смешно. Конечно же, я покупаю очень много полезного для своих питомцев, и вы постоянно спрашиваете, где я делаю покупки. Кроме интернета, я еще часто бываю в магазинах для животных, и один из моих любимых – это 4 лапы. Это очень крупная сеть зоомагазинов, и думаю, тому, у кого есть питомец, название это, конечно же, знакомо. И сегодня мы будем помогать бездомным животным. У моих собак есть вполне приличные вещи, которые я хотела бы уже поменять, потому что они либо не подходят по размеру, либо просто уже не нужны. Поэтому сегодня я возьму их с собой, эти вещи, и мы с Софишей поедем в 4 лапы. А зачем я их взяла с собой, я сейчас объясню. Мне нравится, что магазины у них светлые, просторные, очень большой выбор, все удобно и современно, и для меня важно, что работают профессионалы, а не просто продавцы. Лежак сделан из хлопка, он не порвется когтями. Отлично. Чехол с него можно снять, постирать. Наполнен лежак холофайбером. Низ лежака произведенный, лежак не будет скользить по полу. Супер, спасибо большое. В 4 лапы сейчас проходит прекрасная благотворительная акция Добра Лап по сбору вещей для собак из приютов. А как вы знаете, я всегда стараюсь помогать животным. Каждый человек может принести старую вещь своего питомца в ближайший магазин 4 лапы, или приобрести новые для приютов и получить скидку 15% на новые вещи для своего питомца. Акция действует до 31 августа. То есть, ребята, благодаря акции Добра Лап, вот этой классной акции, которую сделали 4 лапы, мы все можем помочь бездомным животным. Нам еще вот такой вот магнитик Добра Лап дали. Вот такие вот розовые вещички для девчонок я купила, а вы обязательно сходите в 4 лапы в ближайшее время и помогите, пожалуйста, бездомным животным. Ведь вы даже ничего не теряете. Вещи вашего питомца послужат еще для добрых дел, а вы сможете купить что-нибудь новенькое своему пушистику еще и со скидкой. Если, ребята, вы не знаете, есть ли такой магазин в вашем городе, ссылочку на 4 лапы я оставила в описании к этому видео, на сайте вы все сможете узнать. А теперь еще один не менее странный аксессуар – это пистолет с лакомствами. Он выглядит, как игрушечный пистолет, только выстреливает не пулями, а вкусняшками. Лакомства выстреливаются на расстояние до 3 метров, и производитель утверждает, что пистолет поможет укрепить связь между хозяином и собакой, и помогает бороться с собачьим ожирением, потому что заставляет животное двигаться. Это, видимо, совсем для ленивых. Во-первых, можно научить собаку приносить что-то, например, мяч, и не заставлять ее бегать за едой. Чтобы собака не толстела, нужно просто правильно ее кормить, гулять с ней, заниматься, и тем самым как раз налаживать контакт, а не стрелять с вкусняшками во все стороны, сидя на диване. Во-вторых, я считаю, это только мое личное мнение, если уж вы придумали что-то интересное, зачем делать это в виде оружия. Мне не очень нравится эта форма. Бедны мои девочки, и у Миши сейчас течка, и у Юми началась первая течка. А еще один, по моему мнению, странный аксессуар, это держатель ушей для собаки с длинными ушами, чтобы они не пачкали уши во время дождливой прогулки. Мне почему-то кажется, что это все идет просто от какой-то человеческой лени. Типа мне лень протереть собачке свои уши после прогулки, может мне их просто залепить, и не придется протирать. Но речь идет о дождливой погоде, а значит пачкаются далеко не только уши. Неужели сложно потратить пять минут на протирание ушей, если после дождя вы все равно протираете лапки и животик? Ну и вообще, из-за вас уже все придумали. Если что, можно использовать сунг для собак. Можно даже найти какой-нибудь симпатичный вариант. Ну что ж, вот такой ток получился у меня. Если вам понравилось, то будут еще. Подписывайтесь на канал, и увидимся скоро в новых роликах. Пока!